Друзья, всем привет! Сегодня у нас на тесте обновленный HVL F7. И я думаю, многие из вас прекрасно понимают, что в текущих обстоятельствах это очень и очень актуальная новинка. К тому же дорестайлинговый F7 был одним из самых продаваемых китайцев на российском рынке. А если взять все семейство F7 целиком, то есть добавить еще и купеобразную версию F7X, то получится самый продаваемый китайский автомобиль на российском рынке по итогам 2021 года. Вообще, прошлый год был для HVL просто супер успешным, и продажи у нас выросли аж в два с лишним раза. Понятно, что в абсолютных цифрах это пока еще далеко не лидер рынка, тем не менее, такая статистика все равно очень впечатляет, причем ей даже не помешал скандал с возгораниями F7, по итогам которого была проведена масштабная отзывная кампания. Но вернемся к нашему тесту. Я слышал, что некоторые всерьез сравнивают эту машину с Tiguan, и, между прочим, довольно агрессивно отстаивают свое мнение в комментариях. Но, друзья, у нас на канале уже было несколько выпусков с дорестайлинговым F7, ну и, честно говоря, где HVL и где Tiguan? Это машины совершенно разного уровня. Да, F7 просторнее, да, он выгоднее по соотношению цена опций, но, как я уже неоднократно говорил, ехала эта машина весьма и весьма средненько. Поэтому сегодня в качестве конкурента вот для этого обновленного F7 выступает Renault Arkana. И, кстати, это всего лишь второй тест для Arkana на нашем канале. Поэтому, на мой взгляд, получается вполне актуальная пара. Итак, сейчас будет наша полноценная тестовая программа. Мы изучим эти автомобили в статике, сравним интерьеры, задние места и багажники, а затем будет ездовая программа с замерами и, я надеюсь, с проверкой полного привода. Итак, погнали! Как всегда, начнем с изменений, которые произошли в рамках вот этого рестайлинга. У F7 появился новый бампер, другая решетка радиатора вот с такими заостренными элементами, изменилась форма противотуманок, а вот сюда китайцы зачем-то прилепили красную букву F, будто она обозначает какую-то спортивную версию. Еще интересный момент. Раньше вот здесь, под номером, был радар адаптивного круиз-контроля, но теперь круиз, как и на Джолионе, работает только на основе данных с видеокамеры за лобовым стеклом. Причем теперь он доступен только в самой максимальной комплектации Tech+, хотя на доресте ставился и на предтоповый премиум. Сзади у F7 тоже новый бампер вот с такой очень массивной имитацией диффузора и с вертикальными отражателями. И забавно, что все это выглядит словно закос ни много ни мало под BMW X5e. В общем, китайцы продолжают делать ставку на красивую обертку и, конечно, на хорошее оснащение, потому что после рестайлинга здесь появились новые приятные и полезные опции, о которых мы поговорим уже в салоне. Почему я сказал про красивую обертку? Да потому что технически F7 не изменился, если, конечно, не считать увеличенный бачок омывающей жидкости. Напомню, раньше было 2,7 литра, а стало 4,5. Но здесь та же платформа с поперечным расположением силового агрегата и точно такое же шасси, у которого, мягко говоря, очень противоречивые настройки. Спереди стойки McPherson, а сзади довольно редкая схема с массивным нижним рычагом и одной верхней тягой. И, по сути, эта схема скопирована с Honda CR-V четвертого поколения. Под капотом здесь уже знакомый под аресту двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Мощность 190 сил, крутящий момент 340 ньютон-метров. Коробка передачи это 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, а полный привод здесь на основе электромагнитной муфты компании BorgWarner. Ну и сразу же напомню вам про технику Arkana. Это доработанная платформа B0, такая же, как у нового Duster с электроусилителем руля. Сзади здесь многорычажка, спереди McPherson, а под капотом у тестовой Arkana турбомотор 1.3 тоже с непосредственным впрыском на 150 сил и 250 ньютон-метров. Плюс вариатор и полный привод с электромагнитной муфтой. По моим измерениям дорожный просвет у F7 составляет 18,5 сантиметров, а у Arkana получается 20. Причем здесь с завода идет лишь простой пластиковый пыльник, а здесь стоит уже полноценная металлическая защита. Вообще днище у F7 по-прежнему сделано не слишком аккуратно, потому что вот там с левой стороны довольно низко свисает топливный бак. Что касается ежедневной практичности, то двери и здесь, и здесь полностью прикрывают пороги от грязи. После рестайлинга у Havaila, как и у Arkana, есть полноценный обогрев лобового стекла, а не хватает здесь разве что омывателя камеры заднего вида. Друзья, наверняка многие из вас уже столкнулись с подорожанием запчастей, расходников и горюче-смазочных материалов. А значит, проходить ТО на свой автомобиль вовремя качественно и при этом по адекватной цене стало очень непросто. И здесь вам в помощь сайт Автоспот, через который вы сможете найти лучшие цены на техобслуживание именно вашего автомобиля. Выбираете марку, модель и модификацию, и сразу же видите карту с самыми выгодными ценами. Плюс через Автоспот вы, как всегда, сможете подобрать себе как новый автомобиль, так и автомобиль с пробегом от официальных дилеров и от проверенных продавцов. Все ссылочки есть в описании, ну а мы поехали дальше. Давайте посмотрим на багажнике. К сожалению, после рестайлингового F7 так и не появился электропривод. И с учетом того, что в максимальной комплектации эта машина стоит больше 3 миллионов рублей, это, конечно, серьезное упущение. Здесь китайцы заявляют цифру аж в 723 литра, но, скорее всего, это загрузка до потолка. А так, на глаз здесь получается, ну, примерно 450 литров. Достаточно аккуратная отделка. По бокам есть ниши, а в подполье здесь расположена докатка. Теперь Аркана. Здесь тоже нет электропривода. Заявленный объем 409 литров. И, на самом деле, вот так на глаз это вполне вместительный отсек для машины с такой формой кузова. Он на 10 сантиметров длиннее, чем у Хавейла, но чуть уже. И, правда, отделочка здесь явно попроще. Зато в подполье здесь прячется полноразмерная запаска на 16-дюймовом стальном диске. Вот чем Хавейла F7 может легко покорить семейного человека. Оцените этот простор на втором ряду. Здесь куча места, абсолютно ровный пол, удобный диван, который здорово поддерживает бедра. Плюс у спинки здесь есть регулировка по углу наклона. Так что можно сесть вот в такой расслабленной позе. Действительно классные задние места. Из оснащения здесь есть подогрев дивана, дефлектор вентиляции по центру, один зарядный USB разъем, вот такая полочка и, конечно же, по традиции подлокотник с подстаканниками. Как говорится, разницу видно невооруженным глазом. В Аркане на втором ряду по всем направлениям места ощутимо меньше. Если в F7 простор, ну, практически как в седане представительского класса, то здесь совершенно обычный, ничем не примечательный второй ряд. Есть центральный тоннель, спинка не регулируется, а из оснащения здесь пара зарядных USB разъемов, подогрева дивана в нашей комплектации нет и, как всегда, есть подлокотник с подстаканниками. Для меня основной проблемой в интерьере дорестайлинговой F7 была неудобная посадка. И кресла там было никакое, и вылет у рулевой колонки был недостаточный. Здесь мне по-прежнему хочется пододвинуть руль поближе к себе, потому что, как я уже говорил, никаких принципиальных технических изменений не произошло. Но вот с креслом китайцы поработали, и за это им большое спасибо. Здесь наконец-то появилась регулировка угла наклона подушки, поэтому теперь это сидение может нормально поддерживать бедра. А еще здесь появилась регулировка поясничной опоры, причем у нее достаточно большой диапазон, и благодаря этому сидеть здесь действительно стало удобнее. А еще у водительского сидения появилась вентиляция. Еще одно принципиальное изменение в интерьере – это новая передняя панель с отдельно вынесенным 12-дюймовым планшетом мультимедийки. И смотрится она на самом деле лучше, чем раньше. Вообще в этом интерьере много мягких материалов, нормальное качество сборки, приятные дверные карты, центральный тоннель, как и раньше, обшит кожзамом. Но все портит вот этот отвратительный неудобный руль. Он абсолютно выбивается по уровню исполнения из этого салона. Кожа топорщится, швы неаккуратные, зачем-то сделан вот этот неудобный срез. В общем, поменять этот руль и интерьер будет восприниматься гораздо благороднее. Основания передних стойк у F7, как и раньше, достаточно массивные. В топовой комплектации появилась новая цифровая приборка с более качественным и с более красочным дисплеем. И действительно, картинка у нее неплохая. Но дизайн по-прежнему слишком перегружен и слишком футуристичен. Здесь нет ни одной классической темы, где были бы традиционные шкалы спидометра и тахометра. И несколько слов про вот эту новую мультимедийку. У нее приятный дисплей, высокое разрешение и красочная картинка. В этот же тачскрин зашита регулировка температуры климат-контроля, включение подогрева сидений и, например, обогрева лобового стекла. И, конечно, это не очень удобно. Лучше, когда за это отвечают настоящие физические кнопки. Хотя отклик на нажатие у этого дисплея, в принципе, нормальный. Но все-таки иногда эта мультимедийка подтормаживает. Когда ты переходишь из одного меню в другое, или когда нужно в движении вызвать меню водительских ассистентов, то бывает, что эта система задумывается. Но, тем не менее, это все равно большой прогресс относительно того, что было раньше. Посмотрите, например, какая здесь качественная картинка с камер кругового обзора. Плюс грузится она практически моментально, а раньше с этим были проблемы. И еще смотрите, какую интересную особенность у обновленного Havaila F7 я заметил. Здесь система кругового обзора и датчики парковки показывают расстояние до препятствия в сантиметрах. Причем делают это достаточно точно. Интерьер Arcan'ы после Havaila F7 воспринимается простеньким. Причем как по дизайну, так и по оснащению. Здесь скучные прямоугольные формы, много жесткого пластика и нет какой-то изюминки. А еще здесь гораздо меньше опций. Сейчас я перечислю вам то, что может быть на топовом Havaila и чего не бывает на топовой Arcan'е. Итак, это электрорегулировки водительского сидения и вентиляция, беспроводная зарядка, двухзонный климат, электромеханический ручник, панорамная крыша с люком, цифровая приборка и система безопасности. Адаптивный круиз, система экстренного торможения и удержания в полосе. Согласитесь, приличный перевес в сторону китайца. Но в такой топовой комплектации Havaila будет ощутимо дороже. Обзорность у Arcan'а немного получше за счет более компактных передних стоек, а взаимное расположение руля, педалей и кресла, на мой взгляд, все-таки чуть более удобное по сравнению с Havaila. Хотя и здесь я бы предпочел выдвинуть руль поближе к себе. Кресло, в принципе, нормальное. Здесь тоже есть регулировка поясничной опоры, но она, в отличие от Havaila, механическая. Приборка тоже совсем простенькая, а из приятных деталей здесь есть разве что вот этот блок управления климатом с симпатичными крутилками и вот этот ряд клавиш на центральной консоли. Причем обратите внимание, что здесь подогрев сидений и подогрев лобового стекла включаются настоящими физическими кнопками. Вдобавок у Arcan'а неудобная тормознутая мультимедийка. Мы ругали ее даже когда эта машина только-только появилась, а сейчас, спустя уже 4 года с момента дебюта Arcan'а, эта система не выдерживает никакой критики. Ни дизайна, ни логики, ни быстродействия. И еще есть неприятный момент. У Arcan'а довольно шумный климат-контроль, поэтому я часто отключаю автоматический режим и вручную убавляю скорость вентилятора. Начинаем с замеры обновленного F7. К сожалению, официальных данных по разгону до сотни для этой версии нет. И сразу же напомню, что дорестайлинговая машина с двухлитровым мотором у нас разогналась до сотни за 8,7. Итак, выбираем режим спорт. И, как всегда, поехали. Первая попытка с одной педали. Спокойный рывок с места, но потом ускорение вполне бодрое. 9,2. Еще раз с одной педали. Итак, 9,08. Теперь с двух педалей позволяет робот раскручивать мотор почти до 2000. И гораздо более бодрый по ощущениям старт. 8,75. Ну, почти в точности, как и в предыдущем тесте. Неплохо, неплохо. Вполне бодрое ускорение. Еще раз. 9,1. Мне кажется, чуть подздувается Хавейл, если делать несколько быстрых стартов подряд. Теперь поехали. 80,120. Обычный режим. 78 по прибору. Седьмая передача. Газ в пол. Неплохая реакция. Смотрим, сколько получится. 6,4. Еще раз 80,120. 6,1. И финальный замер. С седьмой на третью. Поехали. 6,4. В пределе F7 едет достаточно бодро. Динамика действительно вполне неплохая. Можно даже сказать резвая. Но настройка силового агрегата скорее средненькая. Начнем с того, что когда вы запускаете двигатель, F7 всегда стоит на электромеханическом ручнике. Да, не споривают о безопасности, но самый первый старт с места происходит неожиданно резко. Иногда настолько, что на тесной парковке это просто может быть опасно. Ты нажимаешь на педаль плавно, ручник до последнего держится, а потом робот, словно неопытный водитель, смыкает сцепление чуть ли не ударом. Увы, все точно так же, как и на доресте. Затем уже без помех от ручника все происходит более плавно, но определенная нелинейность в начальном отклике все-таки остается и к ней нужно привыкнуть. Еще бывает, что на торможении можно почувствовать легкий рывок, видимо, при переходе со второй на первую передачу. Сам по себе этот робот не слишком шустрый. Если ехать спокойно, то переключения не обращают на себя внимания. Они достаточно логичные и плавные, но в каких-то более сложных условиях, когда нужно чуть резче ускориться или когда поток вынуждает ехать активнее, то отзывчивости этому силовому агрегату уже не хватает. Кстати, это хорошо заметно и в ручном режиме. Ты нажимаешь лепесток, чтобы скинуть передачу, а коробка откликается лениво. Вдобавок сохранилась и долгая пауза при переходе из драйва на задний ход и обратно. За это я ругал и дорестайлинговый F7. Конечно, к этому тоже можно привыкнуть, но бывают ситуации, когда эта задумчивость реально напрягает. В общем, шероховатостей хватает и экономичность так себе. По борткомпьютеру 13-14 литров на сотню. Вы, конечно, можете написать в комментариях, что я придираюсь, но вот только недавно у нас на тесте была джили Тугела, и там к связке мотор-коробка не было ни одной претензии. Да и вообще по езде проблем хватает. Увы, обновленный F7 не превратился ни в Тигуан, ни даже в ту самую Тугелу. Тормоза у него по-прежнему слабые. Ты нажимаешь на педаль, ожидаешь приличную интенсивность замедления, но ее оказывается недостаточной, поэтому приходится дожимать педаль. И с каждым интенсивным торможением получается все хуже. В общем, уверенности не чувствуется. Усилие на руле, в принципе, нормальное. Хавейл не плавает напрямую, то есть, по первым ощущениям, в управляемости вроде бы ничего криминального. Но реакции откровенно флегматичные. F7 вяло реагирует на руль. Да, при спокойном ритме движения в этом нет ничего страшного. А может быть даже наоборот. Это хорошо, потому что машина не нагружает вас излишней нервозностью. Но если придется совершить какой-то резкий маневр, скажем, экстренный объезд препятствия, то руль придется вращать на неожиданно большой угол. Потому что Хавейл упрямится на входе, нехотя меняет курсы. В такие моменты вялая рулежка серьезно играет в минус. Шасси здесь в целом осталось несбалансированным. Ведь с такой управляемостью у F7 еще и весьма средненькая плавность хода. Это, конечно, не значит, что подвеска будет раздражать вас с первых же метров. Напротив, на каком-нибудь коротком тест-драйве в городе вам вообще может показаться, что F7 едет просто нормально. Но на самом деле, как только неровности становятся хотя бы чуточку острее и их становится больше, они все подробно и жестковато проникают в салон. Иногда не хватает упругости, иногда появляется ощущение несобранности, а на продавленных люках и на лежачих полицейских в подвеске чувствуются неприятные вибрации и тяжесть, как будто она не справляется с неподрессоренной массой 19-дюймовых колес. Шумоизоляция у F7 средненькая. В общем, как такового ездового комфорта тут, к сожалению, немного. Кстати, справедливости ради скажу, что водительские ассистенты здесь работают неплохо, в том числе и адаптивный круиз, у которого теперь появилась функция Stop&Go и удержание по центру полосы. В итоге, если рассматривать F7 на картинках, а может быть даже и в прайс-листе, то он действительно получается вполне привлекательным. Большой, красивый, достаточно динамичный, с кучей современных опций. Но мне обидно, что в рамках вот этого рестайлинга китайцы не занимались важнейшими фундаментальными вещами. Взять хотя бы те же тормоза. В общем, не могу сказать, что обновленный F7 меня как-то раздражает, потому что теперь хотя бы посадка здесь стала удобнее, но и каких-то приятных эмоций он не вызывает. Давайте теперь посмотрим, чем на все это ответит Arkana. Переходим к замерам Arkana. Тоже выбираем спортивный режим. И первые попытки, как всегда, с одной педали. Поехали. Плавный старт с места. Вариатер имитирует фиксированные передачи. 5,5 переключения. Здесь заявлено 10,5. 10,74. Еще попытка. Есть такая неприятная небольшая вибрация. Сразу после старта. 10,37. Уже перекрыли паспорт. А теперь с двух педалей. Позволяет вариатор раскрутить двигатель. Примерно с полутора тысяч старт. 10,19. И последний замер. 0,100. Ускорение, кстати, не кажется каким-то вялым. Вполне. 10,06. Лучший результат. Исходя из опыта, полученного с автомобилями Subaru, вот эти имитации переключения, они только лишь ухудшают время разгона. На самом деле эффективнее было бы, чтобы вариатор отправлял мотор к предельным оборотам. Тогда получилось бы побыстрее. Но такого алгоритма, видимо, не предусмотрено. Теперь 80,120. В обычном режиме. 78 по припору. Примерно 1800 оборотов в минуту. Газ в пол. Тоже вполне шустрая реакция на кикдаун. 7,1. И еще раз. 7,3. Конечно, по идее, в сегодняшнем тесте должен быть HVL F7 с полутора литровым мотором мощностью 150 сил. Именно его корректнее противопоставлять Аркане. Но, к сожалению, в этот раз у нас с такой версией не срослось. Но мы обязательно постараемся рассказать про нее в одном из наших следующих тестов. Ну а двухлитровому F7, как видите, по абсолютным цифрам динамики, Аркана проигрывает. Но знаете, что интересно? Именно Аркана, а не F7, дает тебе ощущение легкости, отзывчивости и приятных, неленивых реакций на любое твое управляющее действие. Причем сейчас я говорю как про силовой агрегат, так и про управляемость. У педали газа здесь можно заметить небольшую задемпфированность в самое первое мгновение после нажатия. Но вот этот переход к отклику, он грамотно сглажен. Плюс после него все происходит логично. Сразу же появляется бодрый подхват. Так что управлять тягой на Аркане легко и удобно. К тому же можно включить режим спорт и в нем связь по педали становится прям приятной. Кстати, на сам вариатор здесь вообще не обращаешь внимания. Он просто обеспечивает то, что и должен обеспечивать. Плавный старт с места и грамотный выбор передаточных отношений. А еще Аркана заметно экономичнее. Средний расход по борткомпьютеру здесь составляет около 9 литров на сотню против 13,5 у Хавейла. В общем, единственное, в чем, на мой взгляд, Аркана уступает по силовому агрегату, это именно абсолютные цифры разгона. Но в остальном эта связка настроена лучше. Как и Аркановские тормоза. Здесь прозрачная педаль, на нее не нужно наваливаться. И несмотря на барабаны сзади, тут, в отличие от Хавейла, нет вопросов к интенсивности и к эффективности замедления. Главное ощущение от управляемости, но это, пожалуй, очень легкий и практически невесомый руль. Хотя сам электроусилитель при этом настроен простенько. Прозрачности и искренности, как на каком-нибудь ВАГе, здесь нет. То есть посмаковать реактивное действие тут не получится. Но на самом деле это не мешает тебе нормально чувствовать машину. Тем более, что реакции здесь адекватные, достаточно точные. Нет никаких пугающих доворотов или кренов. А после Хавейла эти отклики вообще могут показаться резвыми. Здесь просто выше чувствительность у рулевого управления и у шасси в целом. И еще один важный момент. В поворотах Аркана не воспринимается такой же тяжеловесной и упрямой, как F7. Что касается плавности хода, то вопросы к Аркане есть лишь на острых поперечных неровностях. В городе это, например, стыки на эстакадах. Вот там, да, подвеска может отработать грубовато. Но со всем остальным она справляется здорово. Есть и мягкость, и длинноходность, и запас энергоемкости. И опять же, нет ощущения тяжести, грубости и лишней тряски, как на Хавейле. Плюс Аркана все-таки чуть тише и по мотору, и по шинам. Проверим полный привод F7 на диагональном вывешивании. На нашей тарированной канаве. Пока двигаемся в обычном режиме, никаких внедорожных алгоритмов не включаем. Продавливаю газ. Машина не едет. Немножко слышатся какие-то удары. Посторонняя вибрация идет. Но Хавейл не выбирается. Долгое, опять же, переключение на заднюю передачу. Вторая попытка. Газ в пол. Опять удар. Нет. Так, пробуем другой режим. Пусть это будет режим грязь. О, сейчас уже захрустела электрогидравлика. Имитации работают. Тоже все достаточно дерганно происходит. Но, по крайней мере, F7 поехал. Еще попытка. Да, в этом режиме явно электроника пытается имитировать блокировки. Но грубовато, грубовато электроника настроена, конечно. Ударно все достаточно происходит, по ощущениям. Опа, заглохли. Заглохли. Подраскопали мы чуть-чуть. Но ничего, я думаю. Попробуем еще раз. Да, очень грубо работает электроника. Вот, кое-как поехали, поехали. Но уверенности немного. Теперь Аркана похрустывает интерьер на неровностях. Начинаем в режиме авто. Пока муфту полного привода не блокируем. Есть вывешивание. Тоже газ в пол давлю. Ничего. О, даже и назад не хочет ехать. Ничего себе. Ха-ха, вот это да. Ладно, блокируем муфту. Что-то мы зависли. Вот вам пример, как можно сесть буквально на ровном месте. Поэтому сразу блокируем муфту полного привода. И берем чуть-чуть левее. Еще раз. Давайте усложним задачу. Сместимся все-таки правее. Скатываемся. Скатываемся. чуть-чуть но не хватает зацепа резина моментально замыливается даже с разгончику не хочет аркана ехать видно что борется работает имитация и так есть в итоге друзья в моей системе координат аркана практически по всем фундаментальным автомобильным качествам проработана лучше чем хавейл и я не могу сказать что она едет как-то прям приятнее но уж точно комфортнее да вы наверняка сейчас напишите в комментариях да зачем нам эта пустышка на вариаторе с этим примитивным интерьером и в принципе в какой-то мере я с вами согласен и я понимаю почему хавейл покупали и будут покупать он большой он просторный он хорошо выглядит он богато оснащен но увы несмотря на рестайлинг он по-прежнему едет так себе и если вам интересен лично мой выбор из этих двух кроссоверов то со скрипом в зубах это будет все-таки аркана хотя честно говоря мне тоже не нравится вот этот примитивный скучный интерьер так что глобально я бы не взял себе ни один из этих автомобилей вот такие сегодня выводы друзья да они не самые радужные но мне было важно передать вам свои ощущения и свой взгляд на эти автомобили спасибо вам что посмотрели этот ролик пишите ваши комментарии пишите пожелания по поводу следующих тестов подписывайтесь на канал и увидимся через неделю пока